Всем большой привет! Сегодня у нас с вами обзор из магазина FixPrice, то что я купила, в том числе для переделок. И покажу быстренько полочки, какие новинки интересные появились у нас в Тюмени. Сразу скажу, что все покупки я делала по адресу улица Вележанская, 70, и делала я их буквально 20 числа, сегодня 21 мая. Поэтому меня просили говорить даты, все озвучиваю. Первое, что хочу показать, это вот такой вот ящик, взяла его на переделку. Мне понравилась его форма, он невысокий, и есть у меня уже планы на то, как его переделать. Появились красивые ящички в магазине FixPrice, я чуть далее в видео покажу, какие есть варианты интересные. Но вообще, мне кажется, что вот такие вот невысокие больше всего могут пригодиться именно для декоративных целей. Поэтому будем вместе с вами его декорировать, как обычно, все видео я публикую как мастер-классы у себя на канале. Далее. На этот раз я все-таки решила приобрести вот такие вот полочки себе целых две. И это тоже для переделки. Есть уже идея. Мне категорически не нравятся вот эти вот все места, поэтому мы будем это все шпаклевать, чтобы привести их в единый нормальный по фактуре цвет и все дела. В общем, ну, все увидите. Есть у меня пара идей, поэтому будем их декорировать. Взяла две, тоже покажу, какие варианты есть в самом магазине, все посмотрите. Они недорогие на самом деле. Если говорить про вот этот ящик, он стоил 249 рублей. Но в любом случае, то есть тут как бы разница в 50 рублей ничего не решает. По большому счету, это такая достаточно плотненькая фанерка, как вы можете видеть, здесь внутренняя стенка оклеена чем-то, но мы это все будем убирать, нам это не нужно. Далее. Вот такую вот нужную вещь купила, хотя я видела у девчонок очень много негативных было отзывов на вот эти вот основания на колесиках. Они предназначены, я так понимаю, все-таки для кашпо. Это подставка для горшков, да. И почему-то девчонки писали, что вот эти колесики выламываются и так далее. Мне кажется, знаете, это происходит, когда вес очень не рассчитывают, который сюда, в общем-то, сверху размещается. Вот сейчас смотрю, они достаточно прочные колесики. Для того, чтобы они выломали здесь, я не знаю, какого размера должно быть кашпо. Я, конечно, попробую их в эксплуатации, но, честно говоря, у меня все-таки возникли сомнения по поводу того, что эта вещь некачественная, поэтому я себе купила две. Буду тестировать, пробовать, эксплуатировать и позже с вами делиться обязательно в комментариях, может быть, где-то, либо в одном из следующих роликов. Я все покажу по цене, вы не беспокойтесь. Все эти покупки будут далее, но на полочке в магазине, поэтому там все цены вы увидите. Далее. Вот такую вот штуку себе купила. На самом деле, как-то периодически нужно все-таки пополнять, наверное, запасы ниток, иголок и так далее. Мне понравился этот набор тем, что здесь сразу есть и набор кнопочек, и набор иголок. Иголки, кстати, оставляют желать лучшего, потому что они очень-очень тонкие. Ушко мелкое, поэтому сложно, конечно, такими пользоваться. У меня есть нормальные иголки, поэтому это меня не остановило. Далее. Здесь есть маленький метр для того, чтобы использовать, опять же, кеды. Я думаю, что он бумажный, скорее всего, так что непрактичный вариант. Но еще здесь есть булавки и хорошие оттенки ниток, которые часто нужны. У меня маленькие детки, и периодически что-то нужно подшить, зашить. И вот это вот очень нужная вещь. Все открывается. Здесь нитки в разные стороны. Значит, здесь есть набор иголок. Также есть набор кнопочек. Вот кнопки – это вообще такая вещь, которая постоянно откуда-то вырывается, и нужно обязательно заменить. Так, теперь по поводу метра хочу посмотреть, он бумажный или нет. Слушайте, а он оказался не бумажный. Это нормальный, такой немножко прорезиненный, хороший, качественный. Далее здесь есть вот такие вот булавочки. Набор булавок на большой, несколько маленьких. Это очень удобно. Ну и, конечно, нитки. Здесь нужно их все замотать нормально. Конечно, их здесь немного по объему. То есть катушка кажется большой, на самом деле там их очень даже немного. Но все они отличных, приятных, природных тонов, за исключением, может быть, вот этого желтого. Поэтому я решила, что мне такой набор нужен. Его запросто можно закинуть в сумочку, носить с собой. Он некрупный, удобный. Далее. Приобрела носки. Носки детские. Летом на самом деле именно белые пары – это прям какая-то проблема. Во-первых, их найти качественные – большая проблема, потому что они буквально после первой носки все закатываются. Я не знаю, почему. Вот здесь я взяла хлопок 67%, 33% полиамид. Это для младшей дочери, это для старшей. Чуть побольше они. И здесь у меня тоже в каждой упаковочке по две пары. 77 рублей стоила, по-моему, каждая упаковка. И здесь у нас тоже хлопок и полиамид в той же пропорции. Зувей на самом деле неплохие, если не покупать чисто полиэстровые. А так, в целом, хороший вариант за свою цель. Далее. Я всегда в магазине FixPrice покупаю клеевые стержни, потому что дешевле, чем FixPrice. Я их нигде еще ни разу не встречала. 55 рублей упаковка из 10 клеевых стержней. Супер. И на этот раз я еще раз прикупила себе вакуумные пакеты. Только уже на этот раз. Вакуумный пакет с ароматом лаванды. Мне девчонки писали, что очень неплохой вариант. Здесь размер побольше. У меня были предыдущие мешки 50 на 60. Эти 50 на 70. И я хочу сюда упаковать, ну, опять же, разные пледы и так далее. То есть то, что мне не удалось упаковать в прошлый раз. Это поможет мне компактно организовать хранение у себя в шкафу. Это очень здорово. И еще на Бережанскую тоже наконец-то привезли вот эти вот кронштейны. Вы могли их видеть у меня в предыдущих видео. Я показывала совсем недавно варианты в черном цвете, как использовала. И перекрашенные уже. Мне очень понравились. И на самом деле у меня есть задумка еще и на лоджии сделать себе пару полочек. И там тоже разместить вот в таких кронштейнах. Поэтому прикупила еще. Стоит один такой 77 рублей. Мне кажется, очень выгодно. Я, на самом деле, мне говорили, что в Леруа есть всякие разные. Но по цене 77 рублей я не нашла там ни одного кронштейна. Не знаю почему. Есть дорожие варианты. И они, честно говоря, чуть более хлипкие мне показались. Ну, во всяком случае, те, которые мне удалось найти. Здесь смотрите, какой плотный металл. Они реально выдерживают хорошую нагрузку. Они не гнутся. И еще, если, например, два кронштейна вот так вот разместить, да, под полочкой сюда, вот в эти отверстия, можно разместить какой-то рейл и на него еще дополнительно подвесить крючки. Мне кажется, это супер просто. Классные кронштейны. Обратите внимание, те, кто еще не прикупил. Если у вас были планы насчет полочек, это точно пригодится. А теперь давайте быстренько приступим к обзору полочек. Что же интересного привезли к нам в магазин? Итак, первое, что покажу, это вот эта вот подставка. На колесиках для кашпо. И, на мой взгляд, она очень-очень нужная, действительно. Особенно, если в доме есть крупные растения. У меня пока таких нет, но в планах. И, на самом деле, у меня есть другие немножечко цели для использования этой вот подставки. В любом случае, на мой взгляд, она достаточно прочная. Если, конечно, не перебарщивать с тем весом, который нагружается сверху. Я думаю, что можно сломать любую подставку, если немножечко перегрузить. Следующее, это вот такие вот полочки-домики, о котором я вам говорила. Я, кстати, почему-то решила, что они будут 199 или 249, а по факту-то, видите, цена гораздо ниже, 149 рублей. Они очень удобны, к примеру, для размещения в детской комнате в качестве полочек. Они удобны также и для размещения какого-то декора. Поэтому я буду переделывать. Шкатулки стеклянные на Вележанской 70, их все еще не раскупили. Так что, если вы хотели приобрести, обратите внимание. Мне понравились еще вот такие вот силиконовые салфетки для сервировки. Обратите внимание, какие они красивые и стильные. Я себе не приобрела только потому, что уже просто как бы складировать некуда. А вообще, мне вариант очень понравился. Я считаю, что они заслуживают вашего внимания. Стоимости здесь, к сожалению, не было. Я предполагаю, что 99 рублей стоит одна салфетка, потому что аналогичные в прошлый раз продавались именно по такой стоимости. Классные, присмотритесь. Далее. Здесь появились вот такие вот пластиковые салатники. Очень интересный вариант, на мой взгляд. На самом деле расцветки разные. И, мне кажется, для дачи, знаете, это отличный вариант, потому что стоимость невысокая и выглядят они симпатично. Появились также вот такие интересные тарелки. Я видела их у девчонок в инстаграм, но, честно говоря, когда подержала в руках, поняла, что, в общем-то, достаточно они тяжелые. Прям тяжелые. Хотя сказано, что там, по-моему, и фарфор и все такое. Но, что-то, мне кажется, фарфор не может так весить. Обычно он гораздо легче. В общем, это тяжелые достаточно тарелки. Хотя, конечно, оформление у них такое вроде бы и стильное. Но цвет все-таки меня смущает. Далее. Увидела вот такие вот контейнеры. Они есть квадратные и круглые. Вот как раз рядом есть побольше еще варианты. Особенность, пожалуй, в том, что они стеклянные. То есть крышка у них такая полипропилен, а сам контейнер стеклянный. Мне кажется, что стоимость невысокая и, в целом, достаточно удобный вариант для, к примеру, хранения салатиков в холодильнике. Почему нет? Далее. Здесь нашла вот такие органайзеры. Они очень сильно похожи на те, что продаются в магазине Икеа. Я, кстати, нашла несколько расцветок. Если не забуду, то обязательно покажу вам все. Есть потемнее, есть посветлее, коричневые какие-то. Ну, в общем, неплохой вариант. И еще здесь же нашла вот такие вот интересные подносы. Смотрятся очень интересно. Можно вписать, наверное, в любой интерьер, на самом деле. И размер у него достаточно хороший. В целом, я бы сказала, что из такого подноса можно запросто сделать многоуровневую этажерочку такую. Знаете, например, для фруктов там или для чего-то такого. Потому что они очень красиво смотрятся. Не слишком крупные, но и сама по себе форма очень интересная. У нас есть несколько расцветок, как вы можете видеть. И, в целом, наверное, мне кажется, можно выбрать что-то подходящее для себя. Симпатично, правда? Мне понравились принты очень даже. Итак, вот возвращаясь как раз к этим органайзерам. Как я и говорила, есть совсем светлый, есть бежевый, а есть вот такой вот прям серый какой-то. Вот. Далее. Вот об этих крышках я много читала от девчонок негативных отзывов. Говорят, что вот эта вот петелька красная выламывается, что это непрочный пластик. Не знаю. Ну, как бы купить не решила. Решила просто вам показать. Мало ли, вдруг покупали. Поделитесь, пожалуйста. Какая она по качеству. Далее. Увидела здесь какое-то невероятно огромное вафельное полотенце. Оно на самом деле достаточно больших размеров. Какое-то просто, ну, я не знаю, привлекло мое внимание, наверное, просто из-за своего размера. Есть две расцветки. Такая вот сиреневая и голубая. Еще мне понравились вот такие вот корзины для мусора. Да. Очень интересно. Мне кажется, что смотрится она прям так стильно, симпатично, благородно. Почему нет? Хотя, конечно, все предпочитают сейчас в стиле лофт, какие-нибудь в виде сеточек. Но мне кажется, и такой вариант отлично будет смотреться даже в обычной жилой комнате. Далее. Увидела вот такие вот интересные ведерки с крышками. Они, по-моему, на 6 литров каждая. В целом, очень даже приятная цветовая гамма. Хотя вот даже не представляю, где можно вписать такой оттенок ведерок. К нам завезли очень много органайзеров акриловых. Слушайте, когда-то было большой проблемой найти акриловый органайзер красивый. Приходилось их заказывать с китайских сайтов. А сейчас в магазине Fixed Price буквально наводнение этих органайзеров, потому что стоимости как бы есть абсолютно разные. К нам снова завезли круглые двухъярусные органайзеры. Я подобные разыгрывала у себя на канале. Вот. И, собственно, мне кажется, выбор прям очень-очень большой. И можно организовать пространство в ванной как в шкафчике, так и на полочках. Ну, в общем, как угодно. Хороший выбор. Fixed Price в этом плане прям молодцы. Здесь есть разных расцветок. Есть с блёсточками, есть с ромбиками. Ну, в общем, самые-самые разные. Вот, смотрите, тот самый органайзер двухъярусный, о котором я вам говорила. Мне кажется, он прям очень-очень удачный. Я пользуюсь таким, и он не сломался. Выдерживает хороший груз, супер вещь. Рекомендую точно. И вот такой крутящийся тоже у меня есть органайзер. Тоже очень-очень удобный для размещения каких-то вот таких небольших косметических средств. Увидела ещё вот такой вот цветочный горшок. Да. Я так поняла, что он оснащён каким-то интересным устройством полива. Вот. Здесь есть самые разные расцветки. И стоимость такого кашпо 199 рублей. В целом интересная форма, на самом деле, мне кажется. Ещё привезли к нам совсем буквально на днях вот такие вот искусственные цветы. Очень сильно они похожи на настоящие. То есть прям реалистичные выглядят листва. Я даже не сразу поняла, что они искусственные. Очень симпатично смотрятся. Если вам нравится, то обратите внимание. 249 рублей стоит такой горшочек. И вот те самые ящички снова привезли. За 249 рублей уже они перед Новым годом. Подобные были за 199. Я думаю, вы помните, цены растут, конечно. Вот. Ещё совсем на днях привезли вот такие вот мельницы для специй, наверное. Самые разные расцветки крышечек. Мне кажется, всё-таки для кухни лучше покупать какие-то однотипные, спокойные варианты. Далее. Вот такие вот пиала появились. Очень красивые расцветки. Мне кажется, нежные. Подойдёт для практически любой кухни по дизайну. Смотрится мило. Ну, в общем, это были все новинки. Если вам обзор был, понравился, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал. И до встречи в следующих видео.